Иван Бунин Кума Дачи в сосновых лесах под Москвой, Мелкое озеро, купальни возле топких берегов. Одна из самых дорогих дач, недалеко от озера, дом в шведском стиле, Прекрасные старые сосны и яркие цветники перед обширной террасой. Хозяйка весь день в легком нарядном матине с кружевами, Сияющая тридцатилетней купеческой красотой и спокойным довольством летней жизни. Муж уезжает в контору в Москву в девять утра, Возвращается в шесть вечера. Сильный, усталый, голодный, и тотчас идет купаться перед обедом. С облегчением раздевается в нагретой за день купальни И пахнет здоровым потом, крепким простонародным телом. Вечер в конце июня. Со стола на террасе еще не убран самовар. Хозяйка чистит на варенье ягоды. Друг мужа, приехавший на дачу в гости на несколько дней, Курит и смотрит на ее обнаженные до локтей холеные круглые руки. Знаток и собиратель древних русских икон, Изящный и сухой сложением человек с небольшими подстриженными усами, Живен взглядом, одетый, как для тенниса. Смотрит и говорит. Кума, можно поцеловать руку? Не могу спокойно смотреть. Руки в соку, подставляет блестящий локоть. Чуть коснувшись его губами, говорит сапинкой. Кума! Что кум? Знаете, какая история? У одного человека сердце ушло из рук, И он сказал уму прощай. Как это сердце ушло из рук? Это и садик ума. Был такой персидский поэт. Знаю. Но что значит сердце ушло из рук? А это значит, что человек влюбился. Вот как я вас. Похоже, что и вы сказали уму прощай. Да, кума, сказал. Улыбается рассеянно, будто занятая только своим делом. С чем вас и поздравляю. Я серьезно. На здоровье. Это не здоровье кума, а очень тяжелая болезнь. Бедный, надо лечиться. И давно это с вами? Давно кума. Знаете, с каких пор? С того дня, когда мы с вами ни с того ни с сего крестили у Савельевых. Не понимаю, какая нелегкая дернула их позвать крестить именно нас с вами. Помните, какая метель была в тот день? И как вы приехали вся в снегу, возбужденная быстрой издой и метелью. Как я сам снял с вас с собой шубку, и вы вошли в залу в скромном белом шелковом платье, с жемчужным крестиком на слегка открытой груди. А потом держали ребенка на руках с завернутыми рукавчиками, стояли со мной и купели, глядя на меня с какой-то смущенной полуулыбкой. Тут-то и началось между нами что-то тайное, какая-то греховная близость, наше как бы уже родство и оттого особенное вожделение. Ответила по-французски. Говорите за себя. А потом мы рядом сидели за завтраком. И я не понимал, то ли это от гиацинтов на столе так чудесно, молото, свежо пахнет, или от вас. Вот с тех пор я и заболел. И вылечить меня можете только вы. Посмотрела из-под лобья. Да, я этот день хорошо помню. А что до лечения, то жаль, что Дмитрий Николаевич нынче ночует в Москве. Он бы вам тот час посоветовал настоящего доктора. А почему он ночует в Москве? Сказал утром, уходя на станцию, что нынче у них заседание пайщиков перед разъездом. Все разрежаются, кто в Кисловодск, кто за границу. А он мог бы с 12-часовым вернуться. А прощальное пьянство после заседания в Мавритании. За обедом он грустно молчал. Неожиданно пошутил. А не закатиться ли и мне в Мавританию с 10-часовым? Вдребезги напиться там, выпить на бурдершафт с метродотелем. Она посмотрела длительно. Закатиться и меня одну оставить в пустом доме. Так-то вы помните гиацинты. И тихо, будто задумавшись, положила ладонь на его, лежавшую на столе, руку. Во втором часу ночи в одном шлафроке в домашнем халате Он прокрался из ее спальни по темному тихому дому под четкий стук часов столовой в свою комнату, в сумраке которой светился в открытый на садовый балкон окна дальний неожиданный свет всю ночь негаснущей зари. И пахло ночной лесной свежестью. Блаженно повалился навзнич на постель, нашарил на ночном столике спички и портсигар, жадно закурил. И закрыл глаза, вспоминая подробности своего неожиданного счастья. Утром в окна тянуло сыростью тихого дождя, по балкону ровно стучали его капли. Он открыл глаза с наслаждением, почувствовал сладкую простоту будничной жизни, подумал, нынче уеду в Москву, а послезавтра в Тироль или на озеро Карта, и опять заснул. Выйдя к завтраку, почтительно поцеловал ее руку и скромно сел за стол, развернул салфетку. «Не в защите», — сказала она, стараясь быть как можно проще. «Только холодная курица и простокваша». «Саша, принесите красного вина, вы опять забыли». Потом, не поднимая глаз, «пожалуйста, уезжайте нынче же. Скажите Дмитрию Николаевичу, что вам тоже страшно захотелось Кисловодск. Я приеду туда недели через две. Я его отправлю в Крым к родителям, там у них чудная дача в Мисхоре». «Спасибо, Саша. Вы простокваши не любите? Хотите сыру?» «Саша, принесите, пожалуйста, сыр». «Вы любите ли сыр?» — спросили раз Ханжу, — сказал он, неловко смеясь. «Кума. Хороша Кума». Он взял через стол и сжал ее руку, тихо говоря. «Правда приедете?» Она ответила ровным голосом, глядя на него с легкой усмешкой. «А как ты думаешь, обману? Как мне благодарить тебя?» И тотчас подумал. «А там я ее, в этих лакированных сапожках, в амазонке и в котелке, вероятно, тотчас же люто возненавижу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова